Всем привет друзья! Вы на канале SkyTopGames и это новости The Isle of Rima. Ну а перед началом данного выпуска, как обычно, хотелось бы поблагодарить всех спонсоров на нашем канале за вашу месячную подписку, друзья. А также хотелось бы сказать огромное спасибо подписчику Сильвестру Лебовске, который предоставил маленький кусочек информации по поводу будущего гнездования. Итак, начнем, друзья. Ну а начать этот ролик нам, наверное, нужно будет с самого малого. Разработчики в официальном дискорде нам показали новую анимацию ухаживания для стегозавра. Давайте посмотрим ее. Разработчик выпустил для всех игроков большой девлог о проделанной работе, а также обо всех изменениях в обновлении 5 гнездования. И скажу вам сразу, что это будет очень огромное изменение во всех ее игровых аспектах, а также нас ждет изменение самой карты. Начнем. В этом месяце разработчики потратили большую часть своего времени на две вещи. Во-первых, небольшой патч, который содержит огромное количество исправлений ошибок, а также работая над системой скинов, дебют которого запланирован в обновлении номер 5. Все идет отлично, но еще идут тесты и решается, как предоставить игрокам максимальное количество вариантов настройки скинов, не вызывая плохих результатов. Также в игре нас ожидает музыкальное сопровождение, о котором многие спрашивали часто и задавались вопросом. Коснется изменение некоторой переозвучки в игре игровых деталей. Большая часть прошедшего месяца была посвящена механике гнездования обновлении 5. В обновлении будет как минимум два типа гнезд. Гнезда насыпи, их легче будет построить, но они потребуют большего ухода после инкубации яиц. Гнезда из мусора, строятся будут из материалов, которые нам придется найти, но они обеспечат более жизнеспособными яйца для нас. Грядущий патч для Иврима обновлений 5. Улучшение игрового процесса и карты. Во-первых, изменение баланса. Все местоположения растений будут перераспределены, и все наземные биомы в карте изменят свое местоположение. У каждого растения теперь будут свои определенные области. Некоторые из них общие, в которых они могут быть расположены. Это должно будет побудить травоядных животных чаще мигрировать и не иметь возможности получать идеальную диету только на центре карты. Диета теперь будет влиять на большие статистики. Лечить кровотечение, здоровье, переломы и многое другое намного быстрее, медленнее с хорошей и плохой диетой. Потребление пищи почти для всех видов будет увеличено. Это означает, что вы можете наесться меньшим количеством еды, что было особенно проблемой для таких персонажей, как Карнатавр, который почти не чувствовал голода от своей предпочтительной диеты. Скорость передвижения Карнатавра немного увеличится. Он будет быстрее набирать максимальную скорость. Значительно повысится атака Тарана. Пахится Фалозавр. Не сможет поворачиваться быстро, удерживая атаку Тараном. Но теперь его молодые сородичи Хэчи и Джувы двигаться будут намного быстрее. Атака ногами Танантазавра будет переделана в соответствии с ударом хвоста. Он будет накладывать кровотечение на противников и бить быстрее. Итак, далее. Во-вторых, согласно сбору данных тепловых карт, знаменитая локация Лужа. Эта область очень привлекательная для игроков всех видов из-за того, что вокруг нее есть почти все ресурсы. Было решено, что лучше всего будет удалить воду, сам источник, и полностью превратить ее в лужу грязи, чтобы игроки были распределены по всей карте и не сидели на одной игровой локации. Новая река будет добавлена к центральному лугу. Это позволит полуводным существам легко перемещаться с восточной-западной сторон карты и откроет для них много новых мест для засады. Кстати, здесь же появятся земли для гнездования. Это новый биом, который выйдет в обновлении номер 5. Он создан для гнездования более крупных видов, таких как стегозавр, танантазавр, пахицефалозавр. Этот биом будет представлять собой довольно открытую местность и некоторую пищевую растительность. Также в этом биоме предпочтительные будут именно насыпные гнезда, нежели созданные из подручного материала. Следственно, за яйцами нужен будет долгий уход. Как мы знаем, гнезда для каждого вида будут уникальными, а также места гнездования. Птернодоны будут гнездиться на скалах. При этом их гнездо должно состоять из тех материалов, которые должны будут находиться именно в этом биоме. Уход за хэтчами будет уникальным в том плане, что тех же птернодонов нужно будет учить летать постепенно, а маленькие дейнозухи должны будут учиться кусать и надолго задерживать воздух. При этом самка должна соорудить специальное полное усыпное гнездо именно на берегу реки. Река под названием Мшистая. Из-за ее значительного отсутствия в ней глубоководья на севере и было решено добавить новую реку, перенести ее. Почти все это теперь будет грунтовой тропой. Большая часть северо-запада карты была полностью покрыта джунглями и ничем другим. Для тех, кто не в теме, это часть порта. Судя по тепловым картам, эта область практически не посещалась игроками. Будет очищена большая часть джунглей и перемещена часть еды для травоядных, чтобы еще раз побудить игроков больше мигрировать по острову. Идет полное создание новых дополнительных звуков для всех существ, чтобы расширить их индивидуальность. Этот месяц также был сосредоточен на создании вариантов и новых зданий, которые заполнили бы основную инфраструктуру порта. Еще многое предстоит, конечно, сделать, но дело идет полным ходом. Особенно большие складские помещения. Основная концепция одного складского здания была преобразована в четыре игровых варианта, в зависимости от размера и того, что они хранят. Имейте в виду, что это изображение всего лишь тест. Освещение и внешний вид не являются окончательными. Процесс состоит из множества технических сложностей. Это просто отнимает много-много времени, чтобы сделать все максимально оптимизированным, как с новой продвинутой системой шейдеров, которая делает внешний вид зданий уникальным, особенно с новой механикой разрушений и повреждений. Также в порту появится вертолетная площадка. Что-то уникальное и новое. Ну а теперь пришло время рыбака второго тира на острове. Посмотрите на концепт-арт. Барионикс, над которым работала команда. Достаточно хорошо играбельным он будет как на суше, так и в воде. Поэтому вам следует осторожно ходить по берегам реки в будущем. Дабы проблем теперь ожидать еще придется не только от Дейнозухов. Барионикс видно, что в бою он активно пользуется своими передними лапами с длинными когтями. Следовательно, он будет давать хороший блит. Плюс, как мы знаем, разрабы тизерили эту анимацию и даже хотели ввести ее в игру, но не сумели пока что. Еще по поводу гнездования. Гнездование будет сопровождаться различными действиями в зависимости от типа гнезда, которое строит ваш вид. Существует более одного способа построить гнездо и нескольких разных типов гнезд, а также разные типы яиц, все в зависимости от вида. В ближайшие две недели разработчики поделятся с нами несколькими видеороликами о том, как будет работать система гнездования, чтобы мы могли получить более полное представление об этом. Ну а на этом мы выпуск новостей закончим. Всем, кому понравилось, обязательно пальчик вверх, подписка на канал, жмите колокольчик, дабы не пропускать самые актуальные новости по The Isle of Rima. А также вступайте в нашу группу ВКонтакте, вступайте в наш Дискорд, подписывайтесь на канал на Твиче, а также на канал Яндекс.Дзен, где вы также увидите все ролики и выходы наших видео. Всем хорошего выживания The Isle of Rima. Пока, до новых встреч.